Владислав Викторович, ну это просто показатель того, что эта тема, она приводит к постоянным дискуссиям и между уже давно работающими сотрудниками, потому что вещи это в таком идеологическом плане действительно тяжелые. И может быть, вот тут надо различать две такие вещи, какие в результате которых, так сказать, мы с коренным друг другу не сразу поняли, о чем идет речь. Что если вы возьмете какую-то одну бозонную систему, я не знаю, гармонический ассоциалиатор или атом, заполненный бозонными возмущениями, то там есть определенные требования к тем, какие функции, какие состояния могут быть. Вот просто в силу того, что бозонная штука должна удовлетворять определенным свойствам симметрии. И иногда оказывается, вот всякие свойства пси-состояния этой бозонной системы, они тоже называются перепутанными. Хотя это для меня было большой новостью. Но здесь-то мы обсуждаем совершенно другую вещь. Вот как там устроена функция состояния одной системы, то есть это бозоны в ящике или кто, какие на нее накладываются требования, мы не обсуждаем. Мы обсуждаем, говоря о перепутанности, свойства совместной функции распределения одной системы и какой-то, который по каким-то признакам можно классифицировать как другую. Вот есть, допустим, если два гармонических ассоциалиатора с разными параметрами, и мы включаем между ними какую-то связь, то вот мы обсуждаем, что творится с их состоянием. При этом мы, да, но мы не углубляемся в те тонкие и, возможно, интересные свойства, которые могут существовать между состояниями в одной отдельно взятой системе. А Мартынов об этом немножко говорил. Ну, вот я не уверен, что всех троих, то есть меня, Мартынова и Курина, все поняли однозначно. Извините. Здравствуйте. Сегодня я перескажу статью, которую я прочитал. Моя фамилия Муравьев. Так называется статья. Intangling Macroscopic Diamonds at Room Temperature. Вот авторы, 2011 год. Наше представление о природе физического мира находится под сильным влиянием жизненного опыта, который обычно указывает, что макроскопические тела двигаются по законам классической механики. Однако квантовая механика утверждает, что проявления квантовой механики возможны и для макроскопических объектов. И важно эти эффекты уметь исследовать. Не то, что возможно, они избежны. Они, по-чего говоря, существуют. Любое твердое тело – это квантовый эффект. Ну, большую часть макроскопических объектов мы можем описывать классически, но мы увидим, что порой важно учитывать и в этом случае квантовое. Значит, главные препятствия для проявления квантовых эффектов в макроскопических системах – это внутреннее взаимодействие системы и взаимодействие системы с окружающей средой, которые ведут к коротким временам декогеренции. Стандартный подход состоит в том, чтобы создавать системы с хорошо выраженными и долго живущими модами, а также охлаждать их для избавления от тепловых шумов и снижения взаимодействия с окружающей средой. Однако и в обычных телах, даже при коптной температуре, возможно, в проявлении квантовых эффектов, но для этого нужно проводить измерения на временах меньших от характерного времени декогеренции. Это может быть достигнуто, как мы сейчас увидим, с помощью, ну, например, с помощью ультракоротких оптических импульсов. Вот вкратце схема эксперимента, потом будет чуть более подробная. На рисунке фотон после прохождения делителя создает в одном из алмазов, а на самом деле в обоих, вот алмазы, фоном в запутанном состоянии, реализация которого сигнализирует стоксов фотон, который мы видим вот в этом детекторе. После этого фотон с ортогональной поляризацией, задержанный на 355 секунд, уничтожает этот фонон, генерируется антистоксов фотон, и мы его регистрируем детектором рубля. Значит, чуть более подробно это все. Отсюда мы посылаем наши фотоны. Значит, первый, который создает фонон в кристаллах, один идет с горизонтальной поляризацией, другой с вертикальной. Создается фонон, и стоксов фотон мы детектируем вот этим детектором. А фонон на той же частоте создается, что и поток. Это резонансный эффект. Ну, в общем, нет. Тогда бы стоксов не появился. Ну, нет, вот сейчас, вот, серьезно, сложный фонон. Вот первый, кто возбуждал фонон. Какая частота фонона? Частота фонона 40 ТГц, если я не ошибаюсь. 40 ТГц, да. А там настоящая оптика. Вариант, когда она умиграет. Откуда он сделал с фононом? Нарисовали схему-то в возбуждении? Значит, еще раз. Мы слоим фотон с этой стороны. Он разделяется. Здесь идет с вертикальной поляризацией, здесь с горизонтальной. И возбуждается фонон вот в этих алмазах. Механизм возбуждения, как бы, потому что, раз это не резонансная штука, значит, если короткий импульс ударил по кристаллу, то он достоял его дребезжать, и это широкий спектр, он много фононов, где-то вообще говорят. Нет, возбуждается один оптический фонон, и остатки энергии фотона с токсовой, они уходят вот сюда, мы их собираем снова вместе, через вот этот бейм-сплиттер, и собираем вот на этом детекторе. Почему именно один? Вот как будто кто-то знает, что именно один должен возбуждаться, а не два, а не три. На самом деле мы увидим, что это один фонон в двух алмазах, размазанный получается. Нет, в общем, один я немного. Вы забудьте про второй алмаз. Вот один алмаз. Вообще сейчас будет рассказываться про какую-то экспериментальную систему, и там именно поодиночку пускали фотоны, или все-таки там пускали некоторые излучения? Насколько я понимаю, поодиночке. То есть вот здесь был одиночный фотон? Да. Я понимаю, что для этого что-то мне что-то нужно. Но все равно, увлажнение такое, что один фотон возбуждает один фонон, а не много фононов. Но при этом важно, что еще с токсов фотон все время берется, поэтому схему тут возбуждения может нарисовать. Энергетичная работа. Да. Ну... Александр, вот там. Сань, я помню, что вот эти рисуют, а сань. Так, ну, у нас был фотон вот с такой частотой. После взаимодействия с кристаллом его частота падает и образуется фонон в кристалле. А с токсов? Это с токсов. Ну, вот этот вот с токсов будет. Потом. Ну, значит, вот этот... С токсов, вот он падал, да? А что-то там, она там на три порядка меньше. Да нет, с токсов, как раз он сигнализирует о том, что... Да, с токсов это то, что... А вот где он уже на схеме с токсов? Вот здесь вот его собирают, и вот здесь вот детектируют. Это что-то вот такое должно быть. Вот если эта штука, которая символизирует фононные уровни, так вот, значит, сколько я понимаю, вот такой вот падает, падает, вот такой вот излучается и сигнализирует о том, что процесс пошел, а вот этот вот, вот эти вот колебания, фононные, они возбуждаются. То есть это обычные просто рамусские рассеяния. Нет, нет, падает, он вот откуда-то прилетел, вот он прилетел, вот в этом, в алмазе, и этот алмаз-то, да? Да, на этом. Вот в нем откуда-то взялся фонон, и куда-то улетел стоксов. Я имел в виду, что обычно в таких схемах летит, вот этот фонон падал, вот сюда как-то не резонанс. А, в этом смысле, да. Вот, вот обычно, тут никакого нет. Вот этот фонон мы называем вообще здесь, когда потолок не понимает, да? Где-то перед этим, вроде бы на слайде фигурировал, просто импульс электромагнитного скороткого, какой-то длительности, в конце секунды. Что мы называем фонон? Монохроматическую волну, у нее бесконечная энергия. Я думаю, здесь ее разрешат. Ну, не думаю. Но если это действительно такой вопрос, то я, пожалуй, разрешу. на вопрос к постановке эксперимента. Может быть. Или вы сами. Мы понимаем, что там был один фотон. То есть, как ставится, кто? Почему фотон изображает фигурсом? Фигурсом. Это вот что такое. Схематическое изображение изобразить можно как угодно. Что означает с точки зрения эксперимента один фотон? Вот, допустим, у тебя есть какой-то резонансный переход. Есть другая система. И есть, да, где-то есть детектор. Да? Значит, вот мы... То есть, фигурсом это то, на что детектор один раз кликает, как мы все у меня курием. Но, тем не менее, давайте считать, что у нас есть ансамбль, да? И мы каждый раз эту систему заводим идентичным образом. Во-первых, понятно, что детектор... А детектор у нас идеальный. Прям вот с бесконечно широкой полосой. Он, во-первых, сработает не раньше, чем вот это вот расстояние поделить на цельс. Да? Почему это? Ну, потому что... Не раньше после чего? После того, как его взведут. А это другое. Это я просто... Вот рассматриваю такое начальное условие. Вот его поставил, а затем смотрю, что будет. Вот начиная с этого момента, как я поставил это начальное условие, быстрее, чем это, он не кликнет. Никогда. Теперь, если мы будем смотреть тот разброс, времен, в разных экспериментах, мы снимем в ансамблях, когда он кликает, то у нас будет разброс дельта-т, по этим, по моментам кликанье, который где-то будет порядка ширины линии излучения, реальной. Теперь, как выглядит такое пуле, которое, оно, конечно... А мы считаем, что он у нас срабатывает идеально быстро. Ну, не упустим. Нет, нет, забросишь здесь. А забрасываем... Мы же не забрасываем его реально. Мы рассматриваем задачу с начальными условиями. Теперь, я вот, я к этому прямо... Миша, можно реально в схеме параметрического распада... Их забрасывают идентично. Один зафиксирован, а второй, значит, есть. Теперь дальше. Значит, это значит, что мы имеем дело с чем-то таким, что вот, его когда-то не было, потом что-то было, есть шанс сработать к детектору, а потом его тоже нет. Значит, это, вот, так сказать, понятно, что если мы возьмем классический патрон... Миша, в общем смысле, на мой вопрос можно было ответить на мой короче вопрос. Это один клик детектор? Нет. Как нет? Нет. Вот то, что нарисовано, в этом глупо другой. Нет, такой же, но мне кажется, более обширный. Что вот то, что нарисовано, то, что летит, это вот что такое. То есть, ты взял набор фотонов, оно не такое уж... Тектор кликнет, все остальное... Оно не такое уже условное. У этой штуки есть вполне реальная ширина. Есть. То есть, у фотона, оказывается, есть форма. И это вот что такое, что когда берешь... Вячеслав, учит, что фотонная фиксированная частота... Ну, вот ты дослушай. Вот на самом деле, то, что там летит, это вот набор плоских волн, который сложен так, что они образуют импульс. То есть, фотон... Импульс может быть не с одним фотоном. Импульс может быть с огромной энергетикой. Может быть. Игензовый. А, так точно. А вот это вот такой импульс, в котором средняя импульса, либо там один фотон, либо что насчитаешь? Маленькая. Да. Может быть с огромным. А этот импульс такой, в котором средняя энергия, средняя, потому что вероятность возбуждения вот каждой этой моды там какая-то есть. Вот в сумме энергия маленькая. То есть, это штука, у которой энергия фотон, но поскольку она вот прилетела и улетела, это не что иное, как набор монохрома. Вот это вот... И есть вот этот импульс, который так вот нарисован. Ну, в ящике, да. Меня, вот так говоря, интересовало, кто сдает этот импульс. То есть, как это было в эксперименте. Не условно вот эту схему, а кто этот импульс выдает. И какой именно? По энергетике. Вот это вот все в этом смысле мне не помогает. Я понимаю все эти слова, но в эксперименте что было? В эксперименте? Это и есть какая-то схема среди? Ты знаешь, что было вот в этом? Это не важно, что в этом. А меня интересует, что было в этом, потому что мы сейчас будем правильно говорить дальше. Знаешь, такие схемы, которые являются источником одного фотона, и даже еще в более-менее программируемой форме, их много всяких раз. он читал статью на... Я думаю, в этой статье этого нет. Общее. Это отдельные занятия, создание однофотонных состояний. Были ли однофотонные состояния в этом эксперименте? Мне вот на этот вопрос так пока еще никто и не ответил. Из тех, кто эту работу читал. Ты за него ответил. Это один-трик. Да. В этом эксперименте это так было или нет? Так было. Ты читал его? А это всегда так. А-а-а! Ну-ну. Ну, отчет 5 тысячи друзей. Александр, надо вам подсказать, что они посылают один фотон. Да. Ну, все, значит, это так. Так, значит, еще раз. Мы тут отвлеклись. Сначала мы посылаем один фотон. Вначале он на этот кристалл приходит синтекально, но реализация на этот с горизонтальной. В кристалле возбуждается... В кристаллах возбуждается фонот. С токса в фотон уходят сюда. Сам факт того, что мы засекли здесь с токсов фотон свидетельствует о том, что фонон, размазанный по вот этим кристаллам, создался. А этот детектор умеет определить, что частота стала другая у фотона, да? Там где-то фильтр какой-то стоит, который по частоте что-то вырезает. Ведь даже если ничего не возбудится, тот же самый фотон пройдется. Вот детектор кликнет. Куда он убивает? Нормальный детектор. Или нет? Когда ничего не возбуждается... Выкинуть вообще алмаз? Кликнет детектор или нет? Наверное, кликнет. В общем, они умеют определять, когда именно с токсов потом... Где-то какой-то фильтр стоит. Ну, про фильтр я не видел. Возможно, действительно по частоте я не определяю. Стоит, стоит. Там цвета другие нарисованы. Капаковский задавали. Стоит. То есть детектор стоит сразу после алмаз? Нет. Вон он может. Здесь вот на бимисплиттере собираются вот эти токсовые моды и детектируются вот здесь вот. А алмаз в одном плече? Нет. В обоих плечах. То есть либо там, либо там. Везде. На самом деле... Квантовость в том исключается, что одновременно в обоих алмазах мы не можем сказать... Мы не спутали два алмаза. Нет, мы не имеем. Слушай. Мы не можем сказать, что фотон прошел через этот алмаз или через другой алмаз. Он проходит именно через оба и возбуждается такой спутанный фанон. Значит, чтобы проверить, что у нас действительно здесь получилось спутное состояние фанонов, мы посылаем второй импульс с патагональной поляризацией через 350 фемтосекунд. Он уже поглощает этот фанон и на большей частоте фотон у нас уходит антистоксовый вот сюда. Здесь у нас стоит два детектора. Для этого принципиально и вот эти 350 фемтосекунд или через другое время точно так же получится? Можно и через другое время, но... 350 это эксперимент позволяет. Можно и через другое время, главное, чтобы было... Другое, да. Можно было и меньше. В этом эксперименте было 350 фемтосекунд. Да, в этом эксперименте было 350 фемтосекунд. Главное, чтобы состояние здесь не успели разрушиться за это время. Там, по-моему, 7 пикосекунд, что ли, вот это время... Почему первый фатон возбуждал, а второй поглощает? Почему второй фатон не может тоже возбуждать? Еще один фатон. В принципе. Так если у них фильтры перед детекторами стоят, то, может, просто они в этом случае... Перед детекторами это уже после того, как прошло через образ? Нет, ну просто те, которые возбудят еще один фатон, они не будут никак в статистических экспериментах. В принципе, и то, и другое возможно. Почему нет? Но там мы будем следить за антистоксовым. Хорошо, понял. Да, вот здесь вот мы следим за стоксовым. Вот здесь вот два детектора следим за антистоксовым. Значит, как я уже сказал, наблюдение стоксового фонона означает наличие связанного состояния этих двух алмазов. Чтобы провериться, мы посылаем второй импульс, разрушается фонон, образуется антистоксовый фатон, и вот эти моды комбинируются и интерферируют с дополнительной фазой Фи-А. А в каком смысле сильный импульс вставается? Он теперь не однофатонный? Нет. Казалось, что надо антистоксовый фатонный тоже вставать. Да, однофатонный. Сильный у них был написан, честно говоря. А зачем? Я повторяю, что вероятность воплощения гораздо больше, чем вероятность, точнее говоря, гораздо меньше, чем вероятность возбуждения. Чтобы хоть какой-то сигнал получить, они поэтому сильные вставали. А. Ну ладно. Потому что если было какое-то малоквантовое фононное состояние, и на это наложить на нужной частоте классическое поле, то вылетит нужный фатон. В общем, они как-то подбирали силы импульса, чтобы было достаточно вероятности, что это. Так, а тут чем больше, тем лучше. Ну, лишь бы и все изничтожено. Ну, что ты делал. Ну, что ты просто. Сами. Так. Значит, они построили вот такой график. Вот по этой IC отложено вот это вот ФиА. По этой IC отложено количество антистоксовых фотонов, извиняюсь, которые были детектированы соответственно одним либо другим детектором. То есть разные вот эти линии. Это там было два детектора. Вот эти вот два. Разные линии соответствуют вот разным детекторам. Количество антистоксовых фотонов при условии, что у нас вот в этом проходе был детектирован стоксовый фотон на другом детекторе. А вот эта вот фаза, она чем определялась, чем менялась? Где-то там линии задержки какая-то? То, что мы видим такую картину еще раз подтверждает, что у нас связанное состояние, потому что если бы у нас происходило все классическим образом, у нас бы не было такой зависимости вот от этой фазы. Была бы равная вероятность, что антистоксов фотон придет на тот или другой детектор. Эх ты, это я что-то вот не понял. Уж казалось бы, с двумя классическими полями интерференцию устроить можно. Вот если бы это были никак не связанные фотоны, так это да. В смысле? Ну а что, вот у меня есть два классических... Красный это один фотон, и синий это один фотон. Да, но они находятся в связанном состоянии. Друг другу нет. А когда ты разбуждаешь в связанные паномы, второй снимают в связанные паномы. Паномы между собой они никак не связаны. Опять же разные по времени разделенные. Да, между ними 350. Я вам прошу. Синий и красный это записанные в разное время? Нет, нет, нет. Синий и красный здесь вот... Это те записанные, которые вот на детектор. На этом рисунке красный это стоксов, синий это антистоксов. Здесь красный и синий, они так сделали, немного путают, но это соответствует вот этим разным. плюс и минус, да. Ну и что, но в одном им... в один раз у тебя только один фотон, так что срабатывает либо один детектор, либо один. Да, но зависимость... А, не срабатывает, но зависимость вероятности срабатывания зависит от фазы задержки. В этом смысле. Да, вот именно это считается главным свидетельством того, что у нас связано с... Веление по этим детекторам это с помощью поляризатора. Да. А в классике вы... То есть, если у вас был разрушен фонон, вы потеряли фонон. Конечно. И у вас было бы... Да, ничего. Нет, в классике, если бы я послал два когерентных поля, то у них была бы интерференционная картина зависимость мощности. Нет, нет, это я к тому, что это скорее больше похоже на классическое поле. Там зуб дают, что интерференционная картинка, вот просто мощность проходящего на тот и на другой, вот они так бы себя и вели. Там просто ничего другого быть не может. То есть, интенсивность... Ну, что угодно может быть. Ну, наверное, если у вас фазы стабилизированы. Ну, в классике тоже может быть. Нет, но... Если не когерентный... Ну, для лазера бы посвятил. Да, не когерентный может быть. Просто это показывает, что есть когерентность между двумя фаномами. Фотоном. Фаноном. А фаном... Фотоном один. Фотоном один. Между фономными состояниями двух кристаллов. Это как-то он один. Покажите опять картину. Это вот видите слева. Все-таки они приходят разными путями вон на полире. Это один фотоном. Один фотоном. Один фотоном. Он сначала делится на два, а потом проходит через два. Хорошо, говорите, что надо было. Ну, исход... Нет, ну, исход туда два. Один. Один. В один фонон. Один фонон. Да, но это поздно. Просто у него сложная такая функция. Просто у нас здесь поделились. Нет, ну, да. Тут вопрос один или два, он такой. риторический. Он один, но он размазан по двум квантовым состояниям. Вот. В этом смысле. Это же схема совпадений. Когда приходит один, приходит и второй. Так? Да. Я хочу обратить внимание, что вот это вот количество стоксовых фононов считалось только при... Когда у нас стоксовый вот этим детектором принимался. процессы излучения и распространения фотона могут сопутствовать дополнительные шумы, которые на фононное состояние не влияют. Из этого можно сделать вывод, что запутанность фотонов антистоксовых не может быть сильнее запутанности фононов и парадигфов. Следовательно, запутанность для фотонов это нижняя граница запутанности для фононов. Чтобы определить запутанность фотонов, в статье считается согласованность по такой формуле, где D это следующее, а D это visibility к этой картинке относится. У них получилось какое-то значение, но именно численные значения вряд ли вам что-то скажет, но погрешность этой величины составляет половину от самой величины и из этого можно сделать вывод, что с вероятностью 98% согласованность положительная, то есть с уверенностью 98%. Положительность согласованности как раз означает, если действует о спутанности состояния, когда у нас не спутанность состояния, согласованность равна нулю. То, что в классике называется конгерентностью, в квантах называется перепутностью. Нет. Ну, это в широком философии. Это именно так. Это уже спор философский. Вот оно то, что... Это относится к фотонам с разными частотами. Конгерентность она на одной частоте в классике. Нет, здесь фотон с одной частотой. нет поляризации. Разные. Одинаковая частота. Вот такой вот инвектор может быть конгерентный. И конгерентный. Конгерентный. С разными. Здесь антистоксовый и антистоксовый это будет поляризация. Еще разочек. Конгерентность это не обязательно одна частота. Отдая частота и отдая поляризация. Не обязательно. Конгерентный шире и другая. Какое дело у него подникло? Что? Насколько я понимаю это подробно это не объяснялось, но как я понимаю это вот такая получилась величина, вот такая погрешность соответственно рисует футок Гаусс и 98% в площади положительного гостя. А пробую увеличивать вот этот интервал между примерами. А если там же еще больше? Чего? Что? А если вообще вот такая дисконечность точно ровно с промышлением? Если ошибка большая или что? Да. Ну тогда получится меньше 98%. Видимо же будет плохая. Да, устроить. Делизать. Нет. Нет. Тут просто разговор о том, что мы вместо измеренной величины мы имеем вероятность того, что величина в эксперименте была какая-то. То есть у нее есть центр и есть дисперсия. Я думаю, тут еще дело в том, что мы упираемся в этот вечный вопрос, как измерять меру запутанности. Честно говоря, я не верю, что тут может быть разница между 90 и 95. Как и ты. А это не запутанность, а согласованность. Он же, вот, вот смотрите, как ее не назови. Ну ни один экспериментатор вам все равно не поверит, что здесь может быть число процентов, которое не кончается на ноль. Ну и я не прав. Я думаю, это он не сам придумал, а взял из той работы. Не сам? Она в работе была экспериментальная. Ну это-то явно не экспериментаторы писали. Это давно и детка формула. Все ей пользуются. Нет, он не про формула, видимо, а про число пытается. Но экспериментатор подписался, раз он согласился. Ты пытаешься сказать, что ни один из них не согласится. Запросто соглашаются. Сейчас мы начнем построить колоссовский спор на тему, кто нам называет экспериментарным. время между посылкой двух потоков? Нет, про это ничего не было. Мы знаем результат, что при 350 есть, а чему равно время декориенцизации не знаю. Время декориенции раз в 20 больше там где-то называют. Это уже кто-то по-другому мерил? Я просто тёмно и в этой области ничего не знаю. Не знаю. Как живут фаноны, это известно. Про их время релаксов. В кристаллах это известно. Просто исчезает и из-за этого получается декориенцизация? Или декориенцизация может раньше произойти, чем они просто затухнут со всеми? Взаимодействие там. А вот сейчас и будет видно. А он дальше. А, это еще не конец? А температура-то где-нибудь возникнет на какой-нибудь картинке? Нет, там про температуру ничего нет. При каких температурах-то это всё? Всё при комнатной. Вот поэтому через 7 пик секунд как минимум отчасти из-за комнатной температуры через 7 пик секунд состояния уже разрушаются. Такая чёрт происходит. Лукализуются или просто стурны? Может каким-то другом способом мерили? Я не знаю. Здесь они ничего не говорили, что они в это время увеличили. А как соотносится вот энергия фанона одного, H-омида, с температурой? Насколько я понимаю, она намного больше, поэтому... Кто больше? Энергия фанона? А, да. Во. Значит, тогда ответ на твой вопрос должен быть такой. Всё, к суку поглощается. Тут поглощается другое. Может ли наступить декориоретизация без поглощения? Ритмал, формулы поглощения. Это вопрос, просто. Отдел. Интересно. Для фанона, скорее всего, нет. А вообще говоря, в общем-то вообще, конечно. Потому что декориоретизация в революционной температуре это не очень часто. Ну, вывод, что с уверенностью 98% у нас фатоны находятся в спутном состоянии, а фаноны еще более спутаны, чем фатоны. Соответственно, как минимум 98%. Всем понятен эксперимент. Он достаточно простой в установке. Не понятно, сколько число мне тоже, почему 98%, но как бы отнесло большое в процентах. Сшумания? Раз получили как бы асценирующие триумы, значит, есть еще один вопрос. А если я буду посылать и первый импульс достаточно сильный, что изменится? То есть, если есть какие-то соображения, хоть у кого-либо, что может видеться, то есть, это первый импульс достаточно сильный. То есть, если вы сгудаете много фанонов? Да. Будется много фанонов, соответственно, ну, вообще последующие патусы. И реалитарно в одном кристалле могут оказаться механирование? Я думаю, скорее всего, ну, подняются, конечно, здесь вот дальше элементы 2, 2, 3, 3, то есть, когда мы снимающим импульсом снимаем сразу несколько фанонов. Но, мне кажется, они будут малы, здесь их вообще нет, но вот этот 1, 1, он мал. То есть, и в том, и в том. Ну, я думаю, это может просто означать, что полезут сразу сразу одновременно посыпаться на тот, на другой детектор, независимо ни от чего. И просто одновременно просто индеференция сильно ослабнет. Хотя, может быть, не до конца, если там 2-3 фанона возбудилось, можно ходить. 2-3, да. А чем больше я буду возбуждать, тем все меньше, и меньше. А все-таки еще вопрос с точки зрения эксперимента. Вот, все-таки возбудить одним фотоном фаномное возбуждение, насколько сложно? То есть, какая... выстрелы не получает. А, ну вот 0-0 это когда ничего не возбуждается. То есть, это вот 5 порядков. Ну, это логарифмический масштаб. Да, это логарифмический. Я вижу, что это. Это 6 порядков. То есть, не из тысячи, а из 100 тысяч они один выбирают. И это вот у них... Ну, это все на там, пик-секундном масштабе, то есть, все равно быстро. Ну, понятно, быстро, да, но эффективность это в маленьком. Сейчас. А, 1 на 10? Это, конечно, абсолютно величина. 5 на 10. 6. Это что-то в этом духе и есть. Да, вот эти вот числи такого порядка. А вот 1 на 1, это что значит? Если вы там, наверное, вот кайфе, там вот кайфе от старяемости ваших вот этих фотонов, которые вы генерируете, там такой считательный метр, там эту часть не имеется. Поэтому, сейчас они у нас. Ну, возможно, да. 1 на 1, это соответствует тому, что у нас антистоксов прилетел и слева, и справа. То есть полезно площадь 10 минус 12? Нет. Полезно вот эти вот. Красные. Ну, ладно. Мы уже много времени потратили. А, это надеяло. Сразу 2, потом... Глобально я с существами вижу, что вроде эксперимент понятия, цифра, откуда появилась, это нам непонятно. Я полагаю, что таким вот. Качественно таким образом, да. А какого у вас затяжка? 2011. Два года назад. А у вас, два года, уже была такая затяжка, про перепутание кристаллов с активными санклами. Один к одному, все. И цифру в том числе? Нет. Ну, ладно. Ну, это тогда у нас еще и дополнительная свидетельство того, что этот эксперимент, уже сказал, рутинно достигаем. То есть, запросто можно в разных лабораториях с разными макроскопическими объектами создавать такое перепутание. Там использовалось два лазера, или вот второй лазер, это часть первого? Или два вообще разного совершенно лазера? Я точно не знаю, но я думаю, один и тот же. Ладно, давайте теперь по второму, я тебе везет, пожалуйста, Тимофа. Сильно ослабить. Мой доход будет по квантовой телепортации. Для начала коротко я скажу о том, что же это на самом деле такое. Под квантовой телепортацией понимаете, процесс, при котором квантовое состояние, некоторое квантовое состояние, волновая функция, передается на конечное расстояние, причем в некотором вроде можно сказать, что этот процесс происходит мгновенно. Соответственно, это связано со свойством припутанных состояний. Значит, коротко о том, что это такое. Значит, под припутанным состоянием поднимается такое состояние системы, которое не может представлено как произведение волновых функций, составляющих эту систему подсистем. Значит, сам простой пример, который, в общем-то, практически можно придумать, это два фотона, это система из двух фотонов, каждый из которых может иметь какие-то две дискретные поляризации, горизонтальные вертикальные. И, значит, пример смешанного состояния такой системы, значит, волновых функций в смешанном состоянии может быть записан таким образом. Значит, соответственно, видно, что это сумма двух неперепутанных состояний. Это волновая функция. Значит, важная особенность такой волновых функций заключается в том, что она может сохраняться даже если эти самые первый и второй фотоны не взаимодействуют. За это время они могут быть разнесены на достаточно большое расстояние. А если... Вы можете говорить о разнесении на расстояние, надо еще и координатную часть включить в рассмотрение, то это чистые слова. А, но... Вы будете координатную часть включать? Я тебе подозрю. Где она тут? Пока нигде. Нет, где она тут должна присутствовать? Нет, в этой записи ее не присутствует. Вообще, поскольку вы нарисовали функции, которые только в проявляциях характеризуются. Ну, мы здесь можем к поляризациям добавить и координату тоже. Какое место? Это можно ее добавить как общим множителем, например, вот это, а значит, как функция R1 и R2. Это будет одно, а можно сказать, что от R1 одна функция, от R2 другая функция, они как-то по-другому здесь перемешаны. Если нам нужно, что называется, чтобы они были разнесены на приличные расстояния, то в таком случае нам, в общем-то, от координатной функции требуется только то, чтобы мы знали, что фотон 1 локализован в некоторой одной области, а фотон 2 в некоторой другой, которая достаточно далеко. Вот такая телепортация в GHD. на мой взгляд. Почему? А потому что как только вы сказали, что один фотон в одном месте, а другой в другом, у вас вся перепутанность исчезла. И они стали независимыми. Пока вы сказали, что оба фотона в разных местах находятся, оба одновременно находятся в двух лабораториях. Вот тогда это все нормально, вы каждый на одну часть выкинули и можете говорить только про поляризационную. А если вы попробуете домножить на Пси-1, и на Пси-2, что у вас случится? Я только замечу, что вот тут-то и выступает противоречие с тем же обычно написано в книжках. И статья. Поэтому тут, видимо, не сдвинешься вперед, если не ответишь вопросом, а что такое координатная зависимость? А тогда что же вы говорите о том, что в одной лаборатории и что в другой? У вас этого в математике просто нет. Нет, подождите. Вот мы начнем. Что такое координатная зависимость, которая-то туда должна быть включена. Вот о чем идет речь? Пока я не говорю в одной лаборатории и в другой не о чем, но как только я заговорил, что в одной лаборатории и в другой, я должен добавить координатную часть, в противном случае. Мочевать к этому никак не соответствует. так точно. А что значит? А вот классическая диаграмма. Ну, я вас понял. Да, только я с этим согласен. Не ты, понятно. Ладно, Тимур, не разворачивайтесь. Но я... Нет, Тимур, может быть, дело-то следующее. Вообще, вот смотри, я попробую, сделаю попытку. Можно? Вот вообще, как устроена вообще любая штука? Это мы. У тебя есть любое векторное поле. F, а R, T. Каким-то способом ты умеешь получать решение этого вида методом разделения переменных. F от R на Q от T. Ну, в принципе, там должна стоять сумма по всем. Если то, дальше, дальше. Третья... Если это разделение переменных, то не хорошо, что у них один один. Ну, сумму по всем и то есть каждой пространственной структуре соответствует дальше каким-то способом, вот ты знаешь, что у тебя есть уравнение QI от T, и ты ей сопоставляешь уравнение Шреддингера. Таким образом, что у тебя это уже есть Q от T. Дальше, вот у тебя есть уравнение Шреддингера для Q от T, и у тебя, если есть какая-то вот другая штука, не F не F, а G от T, то там у меня сумма не F, а какой-то, H, и от R на Q. Не на Q, а допустим, G, и от T. И для этого G, и от T ты тоже пишешь уравнение Шреддингера, и эти уравнения Шреддингера, они как-то, как-то между собой связаны. И итоговое у тебя выражение получается, вот если у меня физическая величина, какая-то, вот сумма между этим и этим, то это получается сумма по и Q и от T там и как я его познаю. G, и от T вот, все. А это решение уравнения Шреддинга. Я ношу такое. А дальше, если я вычленю каждое и начну, и захочу найти каждую из величин, вот я потом ее и домножу на свою координатную часть. У меня вопрос очень простой. Либо я вот эту вот штуку должен домножить до общей функции до него еще от координат, тогда я не могу говорить, что один в одной, а другой в другой. ни в коем случае. А если я каждую из них домножу на своей координатной части, то вот эта вот перепутанность тут же пропадет. Нет, конечно, не то и не то не должен. А тогда чего же я делал? А ты должен вот что-ли. Для того, чтобы найти... Конечно, хорошо. Это, это характеристика уравнения Шреддингера, которая позволяет найти вот эти величины Q и G. А если ты потом захочешь найти физические величины, то вот ты решение уравнения Шреддингера вот такое вот потом подставишь сюда и сюда. Миша, я же про другое слышу. Если вы говорите, что один в одной лаборатории, а другой в другой, будьте добры добавить координатную часть. Без этой они оба в одной лаборатории. Так, то есть они не в это уравнение добавляются? Это не уравнение, это формула. Не в эту формулу они добавляются. Куда же? А вот куда. Вот, вот, если не в эту формулу, то тогда с этой формулой нельзя говорить в одной лаборатории и в другой. Только всего. Конечно. Это примерно то же самое, как это рассуждение всегда про матрицу полности. Вот давайте сперва пусть у нас система взаимодействует, да, а потом это взаимодействие возьмем и выключим. Это для того, чтобы для того, чтобы потом этой штукой воспользоваться. Значит, вот это вот, значит, какая-то функция вот такая вот. это нельзя общий множество, это будет вот это вот самое. вероятность, это интегрирование по всем дифференциалам, которые есть. Если фи общая, то у нас пространственная вероятность одинаковая. Я не знаю, как я потом вот. И вот, если ты находишь зайти все свойства поля вот с такой поляризацией, вот с такой поляризацией, ты должен вычислять вот этот вот, так сказать, среднее значение этого оператора. А какие свойства у этого оператора определяются этой функцией? А с ней к самому никакой. То есть, эта пси-функция не характеризует поля в какой-то точке. То есть, в какой-то лаборатории. Поэтому с ее помощью нельзя говорить, что будет в одной лаборатории, и что будет в другой. И нельзя будет говорить ни про какую телепортацию. Потому что ты сам говоришь, что нельзя говорить, что это какой-то точке относится в пространство. Нельзя. что это какое-то лабораторию. Нет, для того, чтобы это сказать, надо будет проделать еще кое-какую пространство. Об этой процедуре и речь не просто не просто не просто нарисуем. Нарисуем диаграммы направленности. Он это и так диаграммы направленности. И у тебя в обе стороны летят обе части. и какой-то лаборатория полетела одна и другая. Но со стопроцентной вероятностью просто по энергии, что если в эту полетела одна, то в эту тоже только одна. То в другой будет только другая. И ничего другого в этом нет. Ну, так есть. Я просто за уплочнение о терминологии. Революционная коронавирусная часть, если она... Тимур, давайте дальше. Дальше. Здорово. Пока утверждение было такое, что на самом деле все эти функции рассматривают сразу в обоих лабораториях. А когда нам надо понять, что в одной, что в другой, мы просто проектируем на нужную часть. Там поляризатор есть. Но при помощи поляризатора. Еще слово влияет ни хуйну, в кавычки. если мы проводим измерение поляризации одного из фотонов, то в таком случае ряду данной воловой функции в ходе ее коллапсов также определяется и поляризация второго фотона, которая до этого была неопределена. Таким образом, можно сказать, что то, что первый фотон перешел в состояние с одной поляризацией, привело в кавычку, потому что второй фотон перешел в состояние с второй поляризацией. Причем за счет того, что идея-то происходит мгновенно, ладно, не будем большим расстоянием. Вы избежали излишней дискуссии, выводы из статьи мы тоже убрали. Ответ одного из авторов на рецензию Гильденбурга, который обвинил его в том, что половина выводов неправильная, другая хорошо известна. на прошлом слайде в качестве примера было представлено одно из называемых Беловских состояний. Беловские состояния образуют полный базис для такой системы двух частиц, каждый из которых имеет два дискретных уровня. ну и соответственно говоря, пока мы разумеется можем использовать любой базис, существование такого базиса отражает не более чем произвол выбора базиса при описании до тех пор, пока мы не сможем генерировать состояние состояние из этого базиса или детектировать их, а лучше и то, и другое срочно. Соответственно говоря, значит, по крайней мере одно состояние из этого базиса, которое отвечает антисимметричной функции, может и генерироваться, и детектироваться. Это делается следующим образом. Значит, для генерации подобного состояния используется немейный кристалл. Немейный анизотропный кристалл с важной синхронизм второго типа, например, бета-баран-барин. Значит, посылается один фотон, который за счет квадратичной немейности распадается на два, причем они имеющих разную поляризацию. И лежащих одна за счет анизотропии один из резолитирующих фотонов будет лежать на одном конусе, а второй на втором. Значит, в точках пересечения конусов поляризации фотонов будут не определены. Будет известно лишь то, что поляризации различны. За счет этого, если мы больше используем лучи, идущие отсюда просто геометрически, они будут образовывать перепутанные фотоны в нужном нам состоянии. И они сразу же геометрически просто разделяются. Это можно вспомнить размах этих точек с синхронизмом. Думать как минимум длина волны еще есть. Синхронизмом. Условия синхронизма. Какого? Ну, ширина. Я думаю, что значит вот это вот на этой картине, которая означает просто фотография, которая получилась после того, как здесь монохроматическое излучение облучается крест, как кристалл был облучен некоторым монохроматическим излучением. Здесь ширина определяется просто зерном пленки. монохроматическое излучение, то толщина из... Считайте, что если я сделаю зерно в размер атома, то у меня и ширина будет в размер атома. Нет, но у нас... Есть как минимум длина волны еще. Как минимум. Ну, наверное, у нас есть еще и... Есть еще какие-нибудь релаксационные процессы. Ну, да, которые ушаряются. Но главное то, что ничто это не мешает. То есть, если вот этот размер большой, то это не мешает тому, что будут состояния нужные можно выбрать. В принципе, да, можно менять только насколько лишних будут. К сожалению, не просто. Куда что сделали? Всякие сконечные бюрдочки там. Дальше значит в том образом можно антисиметрический системит детектировать. Для этого значит два фотона направляются с двух сторон на полупрозрачное зеркало и детектируются двумя детекторами. Значит дальше рассматривается то, как этот детектор... Да. на той картинке видно, что там как бы они слили эти фотоны. Как это получается разделение этих фотонов? один фотон ходит из этой из точки 1 и тут из точки 2. То есть они получают запутанные? Ну да, конечно. В этом смысл. образуются два фотона запутанных. И каждый фотон лежит на своей комнате. Нам надо, чтобы два фотона летели вдоль точек 1 и 2. но мы же мы же посылаем ну да, конечно. Как в прошлый раз там уже было миллион. Мы посылаем как я понимаю в эксперименте который в котором реализовывалось там посылался на этот кристалл некоторый пучок ну соответственно как конечные ширины конечной мощности после чего здесь производилась геометрическая селекция излучения из этих двух точек а после чего ну видимо а после чего проводилась еще и частотная селекция то есть пучок был длиной 200 фентосекунд а потом значит из излучения которое здесь было получено была вырезана полоса шириной 4 нанометра из-за чего длина конгерентности излучение еще увеличилось как я понимаю это привело к тому что в результате от нашего пучка вы из частотной шкалы ну вот это странно труднее было 200 фентосекунд сколько совершенно 200 фентосекунд вы сказали 4 нанометра вырезали из чего вырезали ну там длина .200 фентосекунд а ширина аспектра легче 4 нанометра ну хорошо наоборот нет просто полупонятно нет там соответственно это там повысилась длина коверентности по-моему раза в 3 до 600 но это в общем-то подобная селекция она приводит к тому что ну как я понимаю что из-за некоторого пучка которым целая куча фотон мы получаем процесс который более-менее может считаться однофотон а что такое вопрос а вот туда же в эти направления могут попасть фотоны и не степленные не припутанные с кем-то а просто так сказать уже дегагерентные насколько их много и как с ними борются ну на самом деле дело в том что значит это потом я буду рассказывать смысл в том что мы можем специально даже выносить некоторую задержку между значит фотоном который мы хотим телепортировать и в общем мы можем вносить задержку которая будет разрушать нашу квантовую телепортацию вот в результате чего по сути дела мы получим то же самое состояние вот что они все фотоны никак не сцеплены вот и это состояние мы тоже умеем детектировать отличать их ну понятно так пора бужей закругляться За счет того, чтобы одновременно при этом способе детектирования сработали оба детектора Необходимо, чтобы волновая функция этих двух фотонов, ее пространственная часть была антисимметричной Просто потому, что качественно это можно понять из каких соображений Что на один из детекторов приходит, соответственно, с одной стороны отраженная Вы только уверены, что от слова фермионного у некоторых крыши не поет? Ну, как я понимаю, я бы сказал, его можно заменить на антисимметричного Хорошо, потому что то, что это бозоны, как-никак это принципиально Дело в том, что если это белловское состояние антисимметричное, то за счет того, что фотоны являются бозонами Координатная часть тоже будет антисимметричной, просто потому, что их произведение должно быть симметричным И, соответственно говоря, вот этот детектор, он как раз дает одинаковые сигналы, одновременный сигнал В том случае, если координатная часть является антисимметричной, это означает, что реализуется антисимметричное выловское состояние, оно одно Ну, он уже подробно, да? Насколько я понимаю, качественно, можно понять это следующим образом Для того, чтобы, значит, у нас здесь происходит интерференция, соответственно, волновых функций двух фотонов Значит, одна из которых прошла сквозь зеркало, а вторая отразилась для каждого детектора Значит, за счет того, что при отражении от зеркала меняется знак, амплитуды То для того, чтобы они интерферировали продуктивно, то необходимо, чтобы здесь у них в волновой функции был разный знак, потому что оно было антисимметричным Антисимметричным только по каким координатам? Тут помянули, что у них пространственные координаты Про пространственные координаты не говорят Я это не могу понять, потому что А вот почему Потому что, когда мы записываем уравнение квантовой электродинамики нерелятивистской То пространственная часть поля, она определяется только классическими уравнениями И никакого отношения не имеет к уравнению Шредингера Уравнение Шредингера пишется для той координаты, которая является амплитудой поля И все эти соображения асимметричности и антисимметричности решения уравнения Шредингера Никакого отношения, по моим понятиям, координатной части К пространственному распределению поля просто не имеют отношения Мы в этом же делаем Когда ты говоришь про один фотон, конечно, ты этого не говоришь У тебя некоторые моды заданные взяты А когда ты говоришь про два, то какие У каждого может быть своя мода взяты Какие именно взяты? Это мода не уравнения Шредингера Наплевать на это уравнение Шредингера сто раз Это мода уравнения максимума А если на него наплевать, то свойства антисимметрии и антисимметрии решения К ним не могут быть предъявлены требования Потому что это свойство уравнения Шредингера А это свойство псифункции А псифункция, может быть, к тому уравнению Шредингера, про которое ты говоришь, отношения не иметь Но, вообще говоря, у нас же Это свойство тождественной базонной системы Если одна часть спиновая Имеет антисимметрию То пространство иногда имеет другую симметрию Псифункция Слово полное Еще раз Вы говорите про пространственную часть Чего? Псифункции Псифункция включает не только вот то, что ты говоришь Не только амплитуды Так точно Это когда речь идет о уравнении Шредингера А здесь А Псифункция Когда квантируется уравнение Максвилла Его пространственная часть чисто классическая А все уравнение Шредингера Относятся к его только временной части Это говорит не про уравнение, а про решение. Как ты запишешь решение уравнения Максов? Вот мы опять в это же упираемся. Давай, давай, давай. Сначала для одного фотона. Допиши. Не важно для какого числа фотона. Нет, напиши сначала, я попрошу, все-таки для одного. Что, для одного фотона? Надо сразу писать для двух, чтобы уметь представить. Да хоть для 100. Для одного? Для одного довольно бессмысленно. Ну, чтобы сравнить одного с двумя, лучше всего для одного. Решение уравнения Максвелла пишется для операторов. А какую пси-функцию ты к этому присобачишь, на которой будут действовать операторы, это совершенно все равно. Для того, чтобы решать, конечно, решать можно с любой. А вот какие решения имеют смысл, какие решения я буду выбирать, вот имеет решение такое смысл. С, значит, Е и омега Т плюс И К Р плюс С крест и плюс И омега Т минус И К Р. Дальше. Вот эту штуку, вот оператор С и С крест действует на какую-то пси-функцию. Да? Но это не полная пси-функция, потому что часть полной пси-функции. Так вот она, вот тут стоит. У тебя сидит в этой экспоненте. А ну почему эта часть пси-функции? А как же ты можешь это записать? Дальше. Эта штука действует на пси-функции. И после этого... В другом пространстве. Пространство-то разное? Конечно, разное. Вот пси-функция, вообще говоря, пси-функция, она от Е. Это вот это вот, про которую ты упорно пытаешься сказать. А есть полная пси-функция, которая включает в себя еще вот эту экспоненту. Можно ввести, по крайней мере, такую пси-функцию. Я только не понимаю, в каком резону ее пси-функции написать. Потому что она не подчиняется уравнению Шреддингера. Вот тому, который ты хочешь написать. Конечно, пси-функция для уравнения Шреддингера. Для уравнения Шреддингера, который ты для одного осциллятора уже написал. Для одной моды. Почему? Это я... Уравнение Шреддингера у меня может быть какое угодно. Я там и осциллятор... Сей-ф плюс, это уже одна мода. Одна мода. Нет. Почему? Я могу... Вот у меня пси-функция, может быть, на этой, следует. Миша, 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 миша. Может быть, мы зря затеялись здесь. Лучше в другом месте. Виноватым. Извините нас. Если я могу сказать... Я, может быть, сам понимаю, что проблема в том, что, к большому счету, как только наши детекторы Д1-Д2 фиксируют одновременное срабатывание, по большому счету, уже становится совершенно неважно, в каком состоянии находились эти фотоны до того, как они прошли вот эту штуку. Их волновая функция коллапсирует к антисимметричному состоянию в любом случае. Срабатывание. Срабатывание. Вот. И... Переходим к тому, как можно принципиально осуществить плантовую телепортацию посредством перепутывания частиц. Значит... Что? Что? В принципе, нам достаточно для того, чтобы осуществить телепортацию, возможность работы с одной. Вот. Но, если мы умеем ее создавать и детектировать, мы, в принципе, можем осуществить телепортацию только в 25% случаев. То есть, то есть, минус. Да, я вижу. Вот это все. Психонистик. Ну... Ну... В смысле, во что угодно, во что угодно может перевести. Да нет. Но, разумеется, если мы скажем... Если бы у нас есть... Я забегаю, опять же, вперед. Если бы у нас был детектор, который мог фиксировать все четыре Белловских состояния, то в таком случае... В зависимости от того, какой именно мы зафиксировали, мы смогли бы над полученной частицей выполнить некоторые унитарные преобразования, которые привели бы ее в этот... Вопрос. Можно ли из одной крылочкой пункте перейти к другой припомните телепортного плотенок, а ответ на тренинг? Да. Думаю. Ну, так вот. Значит... Как принципиально может осуществляться... Значит... Самый эксперимент по квантовой спорту. Значит... Мы создаем пару перепутанных фотонов. И один из них отправляем получателю квантовой посылки. Значит, второй фотон мы отправляем отправителю квантовой посылки. Потому что, кстати, лучше говорить, что оба отправляем потядаю сюда. Но в таком кондиционерном состоянии, что если там верят, то только один будет. Не знаю, как это верят. Я скажу, что какой конкретный я отправляю туда и какой конкретный я отправляю сюда, у меня всякая перепутанность по поляризациям исчезает мгновенно. У меня один есть и другой есть. По отдельности они уже не перепутаны. Если я сказал, что именно вот этот я послал сюда. Ну все же на картинке дорисовано. Нарисуй там. 3 плюс 2. Здесь 2 плюс 3. Как делается? Два направления. Что означает, что их посылают вот так. То есть, давайте, если говорить про эксперимент, то я ставлю какую-то пластинку. Что именно? Кладят энергию сюда. Это значит, что они... Но не говорю, что именно с той поляризацией пошел туда, а с этой поляризацией... Так а вот и нарисованы у вас общие как бы... Это определяется тем, что они перелились в результате такого процесса, когда они перемешаны. Это процесс их рождения этим примером. Но тогда не один туда, а другой сюда, а оба и туда и сюда. Какой ты вероятно? Вы можете считать, что это сленгер. Конечно, оба и туда и сюда. Так же вот как в предыдущем случае, когда у нас один потон шел через два кристалла. Здесь два, тоже к обоим одновременно. Но сленг такой опыт сложился, что говорят один туда и сюда. Второй я знаю. Один или другой, это тот, кто по данному лучу потом туда ушел. На диаграмме направленности. Диаграмма направленности двухштаммная. То есть одно штамм, двух брючных. Но на обоих издев вот такая коррекционная часть. Алиса там. Ладно. Получу два. Ладно. Вернемся. Значит, смысл в том, что мы передаем, рождаем их два перепутных фотона и передаем их участникам квантового обмена. После чего, значит, Алиса, которая отправляет, значит, некоторое квантовое состояние, назначенное здесь FI1, направляет свой фотон, на который находится в квантовом состоянии FI1, который она хочет передать. И один из перепутанных фотонов на детектор, антисимметричного Беловского состояния. Ну, как один из перепутанных? Тот, который ей прислали, она его и отправляет? Нет, она создает... Лучше говорить, что она там сделает какую-то пластинку, в которой... То, что падает, идет туда. Нет, она создает некоторый свой фотон, который она передает по средствам фактуру. То, что ей послали, дальше это все где-то смешивает и интерферирует. Еще раз смешивает. Лучше говоря, она передает посредством вот этой самой квантовой пары. Значит, волновая функция вот этого фотона, который стейн, который она хочет передать, общая волновая фотона, который она хочет передать, и перепутанные пары. Может быть, значит, записывается в таком виде, и нетрудно заметить, что если наш детектор регистрирует антисимметричное Беловское состояние, то фотон P3 переходит в состояние, соответствующее состоянию фотонов P1 до измерения этих детекторов. Не переходит, надо сказать, проецируется. Проецируется театрный математический больше, а переходит в физический. А переходит, он подразумевает, что над ним что-то сделает. Я не знаю, что это произносит. Что он делает? Что он делает? Никакие слова произносит тот, кто на Бога смотрит. Ты ничего не... А, ты вообще ничего не делал? Какая его разница? Он уже получил, соответственно, вот это самое квантовое состояние. Что в дальнейшем он хочет с ним делать? В общем-то говоря, выходит за рамки объяснения принципиальной схемы осуществления квантовой телепортации. Значит, когда будем обсуждать ее экспериментальную реализацию, то, конечно же, Бог поставил здесь поляризатор и детекторы. Но сейчас важно, что мы смогли состояние Фи1 передать на расстояние, перезаписать в некотором роде вот это состояние на третий фотон. Тут, наверное, еще надо добавить, что когда вы ставите детекторы Фи1 и Фи2, у вас вся перепутанность исчезает, у вас третий фотон становится дикогерентным. Я стану в том состоянии, в котором у вас был первый фотон. Конечно же. Ну, а, соответственно, фотоны Фи1 и Фи2, напротив, становятся перепутанными именно в этом состоянии. А все у вас исчезли эти фотоны на детекторах? Ну, вот в тот самый момент, когда они исчезли, исчезли именно в том нужном состоянии. Так вот, соответственно говоря, можно подумать, что некоторое произвольное состояние, которое могло бы кодировать какую-то информацию, было передано мгновенно на конечное расстояние. К сожалению, проблема здесь заключается в том, что Боб не сможет узнать о том, что квантовая телепортация была осуществлена до тех пор, пока Алиса не пришлет ему информацию о том, что эти два детектора сработали одновременно. Вот, значит, и перевели, значит, фотон 1 и 2 именно в это состояние. Соответственно, и время пересылки вот этой информации будет уже конечным. А если Алиса вообще ему ничего не будет посылать? Он ничего не знает. Нет, мне плевать тоже на Бога. Вот этот фотон, который там есть, будет в каком-то состоянии или нет? И для того, чтобы он оказался в каком-то состоянии, чтобы Алиса что-то сказала Бобу, ну что, чтоб нет. Ну как? Мы сейчас скатимся на ситуацию, в которой все зависит от того, что он у меня в голове. На самом деле, этот фотон фитрил, он мог оказаться в любом из вот этих состояний. Или даже суперпозиции. Вот этих. Вол, и для Боба совершенно нет никакой разницы, поскольку, что называется, он о том, в какой именно из этих состояний Вол, вообще волновая функция система редуцировалась, ничего не знает. Но тогда, если он будет ставить эксперимент, он получит какие-то вполне определенные результаты, даже если Алиса ему не чек скажет. Ну да, они будут коррелировать с тем, что Алиса хотела отправить. Сделал в нашу правду состояний. Алиса не получит, потому что это могут быть чужие фотоны, вообще-то, не связанные с этой системой. Наверное, если Алиса будет четыре результаты получать? Да, четыре, и причем раз в другую. Алиса может тоже получить другие со всем фотонами, да. И никакой корреляции вообще не будет. Она ему выдает рецепт, какой из этих четырех. Так вот. Если она получила другие фотоны, и он получил другие, то от этого рецепта брошь ему все равно. И не могут кого-то защищать. Их там есть связь. Нет, мне только что сказали, а если он получит другое. Тогда вообще все разрушено. Вне. Кстати говоря, об этом нечего говорить просто. Ну ладно, давайте так. Что касается вопроса, который задавал, может быть, что... Дело в том, что если бы у Алисы был более совершенный детектор, который мог детектировать любой из Белловских состояний, то в таком случае Алиса могла бы передать Бобу, какое именно состояние она детектировала. И после этого Боб посредством некоторых унитарных преобразований смог бы привести то состояние, которое он получил, в состояние, которое Алиса отправила. Но, естественно, рецепт унитарного преобразования для каждого Белловского состояния, которое померил Боллиса, был бы разным. То есть, как видно, что здесь вот эта пересылка информации по классическому каналу играет принципиальную роль. Дальше о том, как эта схема была впервые реализована в Университете Йинсбруха в 1997 году. Для того, чтобы поставить эксперимент, нам нужно две вещи. Во-первых, мы должны знать, что мы отправляем. Для этого мы ставим поляризатор. И что получает Боб. Вот это накачка, вот этот линейный кристалл. Вот, соответственно говоря, он рождает пару запутанных фотонов. А дальше, что называется, этот же пучок отражается от зеркала, отражается от границ линейного кристалла. При распространении обратно рождает еще одну пару фотонов. Значит, соответственно, один из этих фотонов используется для того, чтобы его состояние передать Богу. Значит, за счет того, что они рождаются практически одновременно, достигается синхронизация по времени. Значит, второй фотон... Фотон 24. Что? Вот по такому совпадению левые фотоны официальные паралитики. То есть в колесе попадает что-то после поляризатора. Ну да. А при чем здесь перепутность? Да нет. Но есть попадает два фотона. Один фотонок, второй, который направлен... Один для передачи, другой стоит. Там нет поляризатора. Там нет поляризатора. Я думал, что там такая же, но просто... Соответственно, фотон 4 используется для того, чтобы детектировать, есть ли вообще первый фотон, осуществляет ли мы какую-то осмысленную передачу. Вот. И отсекать тоже события, которых не происходит. Так вот. Соответственно говоря, значит... Во-первых, нам нужно знать, в какое состояние мы отправляем. Для этого мы используем поляризатор. В какое состояние мы принимаем. Для этого мы используем кристалл, который разделяет две разные ортогональные поляризации и направляет их на два разных детектора. Значит, соответственно, он настроен, разумеется, таким образом, чтобы при вот этой поляризации 100% срабатывал только один детектор. Вот. И, соответственно, нам нужен некоторый способ разрушать нашу квантовую телепортацию, чтобы мы могли сравнить, значит, показания приборов, когда он осуществляется, когда нет. Соответственно, для этого используется задержка между фотонами 1 и фотоном 2, выражаемая в микрометрах. Значит, если задержка невелика, и они приходят на это зеркало одновременно, соответственно говоря, они интерферируют. Вот. Происходит квантовая телепортация, и в результате этого, значит, вероятность получить сигнал на детекторе, который не соответствует поляризации, которую мы отправляем, равна нулю. Значит, вероятность получить сигнал на детекторе, соответствующий нашей поляризации, равна 25%, это, в общем-то, вероятность получить одно из четырех Белловских состояний. Ну, для каждого, для каждой реализации. Значит, напротив, если задержка достаточно велика, то в таком случае вероятность получить фотоны, значит, на обоих этих детекторов одинаково 50%, и вероятность получить здесь совпадение. Также 50%, просто потому что либо оба фотона проходят насквозь зеркало, это 25%, либо оба отражаются, еще 25%. Регистрируются тройные совпадения срабатывания детекторов F1, F2, D1 и, соответственно, одновременно срабатывания этих двух детекторов и по очереди каждого из этих. То есть, таким образом мы получаем, что если квантовая депортация осуществляется, вероятность получить, ну, то есть, если она в принципиальном может осуществляться, потому что, значит, эти фотоны приходят одновременно. Вероятность получить сигнал на одном, вероятность получить тройное совпадение. 25% для одного детектора и 0% для второго. А если напротив, в принципе, она не может происходить, вероятность получить тройное совпадение 25% для обоих этих детекторов. Вот. И, соответственно, в эксперименте мерилось количество таких тройных срабатываний за некоторый период времени для каждого из этих детекторов. Значит, результаты. Значит, это тройные совпадения за 2000 секунд. Значит, мы для положения поляризатора плюс 45 градусов и минус 45 градусов. И, соответственно говоря, это тройные совпадения для одного детектора и тройные совпадения для другого детектора. Детекторов соответствующего реализации минус 45, и детекторов соответствующего реализации минус 45. Значит, видно, что при нулевой задержке для ортогональной поляризации количество одновременных срабатываний стремится к нулю. Вот. Для нужного примерно остается постоянным. Также для ортогональной поляризации. Значит, в эксперименте также проводились... То есть, как вы сказали, для нулевой задержки? Ну да. Для нулевой задержки. Ну... 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 А он ему так сказал для нулевой. Нет, ну как? В принципе, видно, что здесь ноль на этом графике определяется просто экспериментальной точкой, где значение наименьшее. Очевидно, что они калибровали свою установку. В общем-то, и там, где они получили наименьшее количество тройных срабатываний, они поставили там нулево. Но вполне понятно, что это означает, что они одновременно приходят. Да, и через синий. Вот. Значит... Отличие от нуля, на мой взгляд, здесь связано... Оно примерно соответствует шумам, которые... Нет. Погрешность... Ладно. Отличается от нуля, прямо в пределах. Погрешность. А вы же не знаете, как они эту погрешность всегда... Ну как? Ну... Конечное число, что они ничего хотят. А сколько примерно кликов было за эти две тысячи секунды? Ну вот. Порядка четырехсот. А. Окей. Вот. Скажем, что такое это погрешность, я, честно сказать, не знаю, потому что если это... Оно означает всю возможную ошибку, то в таком случае здесь они просто расходятся. Возможно... Если вы будете увеличивать число кликов, то почти наверняка в отношении минимума, вот оно среднее будет стремиться к нулю, но величина минимума будет возрастать. Вот. Стандартная ситуация. С вероятностью. Ну... Я так думаю, что это погрешность измерения их... С четчика кликов. А, значит, вот этот разброс, он в том числе возникает за счет того, что, несомненно, квантовое запутывание может разрушаться в результате дикогеренции и каких-то других паразитных эффектов. Ну, источник. Так что, смотрите, ожидали 0 кликов, а сделали 100. То есть, как неоглот погрешности вообще по-моему. Говорят нельзя. Просто источник плохого. Ну, это... Ну, это... Нет, ну, это... Если вы будете бросать монетку тысячу раз, 50-50 вероятность, но в одном испытании в тысячу раз у вас 500 никогда не будет. И чем больше вы испытания сделаете, тем будет больше в абсолютных значениях. Отвечать в середине. А в относительных, видишь? А почему не надо говорить? Мы можем на решение отклонить. Число-то очень большое. Смотрите, у них среднее вот там 400, а здесь, ну, примерно 1,4. Нет, ну, здесь, в общем-то, порядка сотен пиньков. Вот здесь вот это вот расхождение, по сути дела, та же самая сотня. Вот. Ну, кажется, что... Понятно, что вот эта вот природа вот этих колебаний, она соответствует... Ну, если они поясняли... Ой. Значит, ну, в дальнейшем, значит, этот эксперимент, значит, 97-го года, в дальнейшем эти исследования, они велись в таком направлении, чтобы, во-первых, увеличить расстояние, на котором осуществляется квантовая телепортация. У вас на данный момент, по-моему, рекорд, порядка 97-ми километров. 300. 300. Значит... Ну, это буквально в прошлом месяце шлюшился. А. Ну, сколько? 300, по-моему, фонаристов. А это практический интерес или только демонстрационный? Демонстрационный. Практический, хоть один практический интерес. Ну, на входе пучок имел некоторую конечную мощность. Но после того, как он был фильтрован генетрически по частоте, я думаю, что они уже подошли... Я думаю, что... А! А там нигде не было... В статье не было написано о том, что это. Мне кажется, что из логики эксперимента следует, что они должны быть одинаковыми. Это защищенная связь. То есть, большой практический интерес. Вот. Нет, маленький. Сюда можно купить оператора связи и получить всю информацию. Гораздо дешевле, чем вот устроить такую штуку. Экспериментально. И, соответственно, для... Так же реализуется, как рассказывал Александр Муравьев, запутывание между объектами различной природы. Например, между фотонами и фанонами, фотонами и ядрами, спинными полевизорами, функциями ядер. И это имеет практически интерес в квантовом компьютинге, сколько позволяет считывать информацию из кубитов и переносить ее в кубит. Ну, все, в общем-то. Вопросов было много. Выражая, думаю, все устали от того, что ситуация, конечно, нестандартная, хотя сейчас она уже в квантовой механике становится более-менее типичной. Экспериментов много. И люди потихоньку привыкают. Потому что надо рассматривать смешанное состояние в когерентном, в общем смысле этого слова, но в квантовом он конкретно перепутанный. И из них много чего нового можно извлечь. И причем извлекать можно даже не только в специально созданном состоянии, но в физике твердого тела эксперименты пытаются делать такие, чтобы оттуда извлечь информацию о том, как квантовые, например, близкие ионы расположены, или какие-то квантовые объекты, создавать их не самих по себе, то есть не чисто нормальную моду колебаний, как мы сказали, а прямо смотреть заданные перепутанные состояния. И не только параметрики, ну, простейшие варианты параметрики, параметрики перепутанные, но и другие варианты сейчас рассматривать. То есть это такая очень активная, развивающаяся образ физики. И жалко, что мы только подробнее не рассмотрели какие-то более хитрые задачи, а совсем уж простые. Но видно, что более хитрые, может быть, нам были бы и не по зубам. Может быть, мы в следующем году, когда вернемся, еще раз пройдемся по этой тематике, но более рафинированно и по более хитрой конкретной задачи, например, рассмотрим. Нейтрины мы сегодня явно не успеваем. Их рассмотрим в следующий раз. Но там идеологические ситуации проще, хотя некоторые совершенно уникальные и нестандартные объекты и экспериментства тоже будут присутствовать. И они, может быть, для многих тоже окажутся совершенно неотривиальными, неочевидными и, может быть, даже неестественными. Я только повернулся сегодня с конференции, где и нейтринные задачи, в том числе, обсуждались в Японии по гаммов-слескам, большая конференция. И, может быть, в следующий раз все-таки Богданова сумеем заполучить, чтобы он нам рассказал немножко про то, что такое гаммов-слески, почему оттуда большие потоки нейтрины ожидаются. И это один из вариантов гаммов-слески и, может быть, нам еще один или два человека, мы начнем уже и другую тематику, а не только то, что мы опаздываем. Значит, все в понедельник мы с Сергеем Тарасовым все определим и по людям вам разоштем. А, значит, Конштатову и Зуеву я прошу тогда ко мне, может, подойти, ну, не обязательно понедельник, вторник, но не позже среды. Мы немножко еще уточним, о чем говорить вам, чтобы не только по самим экспериментальным наблюдать установку по Аркскюб и по подводным детекторам, которые сейчас здесь самые большие, на которые больше всего надежды возлагаются в нейтринной астрономии. Но, может быть, по некоторым результатам еще коротко по 2-3 слайда добавим. Все, всем спасибо.